Попытка наша номер неизвестно какая, номер 2. Прокатиться на прем-танчиках. Так, ну что, пробуем снова. Лена, не хочешь попробовать взять 34-ку для разнообразия? Попробую, но я еще даже к нему не прикаталась. Но так как мы испытываем все-таки покупные танки, насколько они пробивают. Давай тогда. Пока, на самом деле, я не очень довольна увиденным, испытанным на себе. Даже не предполагала, что может быть настолько плохо. Держаться все-таки на них нужно, наверное, скорее всего, ближе к тяжелым танкам, как помощь. Но никак, напрямую выезжая, быстро справляются с нами. Так, сейчас, секунду, запустимся. Субтитры создавал DimaTorzok О, нет, снова с десятками. Интересно, я голодой запаслась или нет? Не знаю. Ну, я скажу так. Взяла третьего уровня. Тут вот там какой-то FSM RAC 40 или как он там называется. Ну, довольно-таки приятная ПТ-шка, по крайней мере, сравнительно с этим тяжиком, FSM-ом. Небо и земля. Ну, что ж, посмотрим, проедемся. Еще испытаем счастье. Не знаю, как у людей получается на нем гонять. Что-то как-то пока я не... Не под впечатлением, вернее, под впечатлением, но не очень приятным. Возможно, просто где-то не повезло, а возможно, нужно играть только на голде. Так, мне с тобой. Да, давай за мной. Что-то вообще сюда не это самое. Ладно, поехали налево. Будем прикрывать левую сторону, левый фланг. Я так понимаю, мы с тобой едем без ламп. Не знаю, мод у нашего третьего взводного стоит или не стоит, типа я засветился. Иначе мы так не будем знать в засвете, мы не в засвете. И светить нам никто не собирается. Я вот даже не знаю, насколько правильно то, что мы сейчас туда едем. Когда не поехал просто никто. Может, просто займем позиции. Не-не-не, я думаю, что надо, наверное, занять позиции здесь, вот в районе базы. Или они нас там разберут. Да. Туда бессмысленно ехать. Отступай, Лен, ко мне. Ну да, еще три арты. Субтитры сделал DimaTorzok Попадание. Хотелось бы пробития. В бокосу седьмому попадание. К нам гости. Да, я поняла. Неужели? Сильно, Лен, не выезжай туда. Только на прикрытии, чтобы тебя, чтобы какая-то твоя сторона была прикрыта желательно зданиями. Накидываем в бочины. На горе, Лен. Сто десятка на горе. На горе. Сто десятку видишь? Умница. Так, теперь давай отступаем сюда, ближе к базе. Сейчас Батчат поедет. Кто там еще был? Меня уже вью. А, и Центурион. Слезда на меня нападают. Ясно. Лупит. Маневрируй задницы. Никого не вижу. Ну, сейчас я попробую поближе. На себя, скажем так, сагрить. Там два танка. Да. Батчат и Центурион. Погнали. А, нет, Батчат вообще в другом месте. Батчат уже здесь кто-то завалил. Поехали. Центуриона побьем. Ну, ладно, я его сама сейчас прикончу. Ой-ой-ой, попадание. Лох это судьба. Молодец. Так точно. Пробитий мало. О, Батчат. Не успела выстрелить. Но свелась. Так же ситуация, да. Сводилась, сводилась, но не досвелась. И все, его окончено. Сейчас попробую немножечко голды зарядить. Денег на самом деле нет. На это мероприятие Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, Лен, ставь 34-ку. Я так ее и не прочувствовала. Ну, в принципе, это неплохой тяжик восьмого уровня. Маневра не хватает. И все-таки Покупной есть покупной. ФМС, он, конечно, полегче. Но вот пробиваемость у него похуже. Так, три арты. Сильно, скорее всего, надо не высохнуть. И в целом поедем в сторону налево. Сейчас глянем. Да, да, налево. Так, ребята, на твиче к вам всем приветики. Спасибо, что заходите. Спасибо, что смотрите, слушаете, подсказываете. На самом деле, вообще особо в танках не разбираюсь, какая, где пушка стоит. Ну, просто не заморачиваясь на эту тему. Ну, вот есть танк такой прем. Вот такая на нем пушка стоит. Вот так вот не очень круто она работает. Ну, как обещают разработчики, что с новым патчем, который вроде как выйдет 12 сентября, какие-то придумают новые там штуки, заморочки. Лент, кто поехал, мы будем птшить. Прем техника станет гораздо лучше. Чтобы она была гораздо более покупаемой. Ну, вот посмотрим, что же сделают разработчики, что они придумали и чем они нас порадуют. Потому что пока конкретно, допустим, этот танчик француз меня не очень порадовал. Разве что... Разве что, разве что... Так, у нас тут бежит, едет, спешит куда-то. 44-ка. Все, с камешком. Любовь, ты меня прикрывай. Тогда прикрывай. Так ты ж полезла, блин. Аккуратно там. Ничего страшного, пока есть пробитие, слава богу. Хорошо. Я здесь прикрываю всех, кого... Если вдруг вижу противника, сразу буду прикрывать. У меня здесь есть те, кто вперед лезет. Так что не беспокойся. Сейчас буду пробовать стрелять голдой. Правда, я без прем-аккаунта играю. Денег нету совсем-совсем. Просто несколько голдовых снарядиков зарядила. Но хочу все-таки иметь пробитие. Ой, как хорошо, что у меня мод стоит. Я чуть по своему голдой не выстрелила. Случайно. Что-то все наши уверенно полезли. Меня это очень беспокоит. Не нужна ли им там помощь с какой-либо другой стороны. Может, справа объехать или здесь пока стоять. Наверное, сильно пока никуда нет. Не объезжай. Не пробил Е75-го я. Вот совсем не пробил даже голдой. Как мало голда пробивает альфа или это, наверное, не альфа такая. Ну, в общем, прошло только 195 пробития и опять не пробил. Не очень это круто. Могла бы забрать, конечно. Кто-то забрал. Ну, ладно. На самом деле я абсолютно без ничего. Без досылателей, без лампы. То есть вот все просто танк и просто чистый танк. Даже толком голды практически нет. Блин, я промазала. Промазала тоже. Мазло. Ё-моё. и не пробила. Попасть еще не значит пробить даже голдой. И снова броня не пробита. Какая-то 34-ка средний танк. Голдой не пробила. Честно говоря, не самый я так смотрю радостный танк. Так, что-то совсем плохо. Я здесь одна. Все, голда закончилась. Да. честно говоря, даже не знаю пробовать, не пробовать нам с тобой вообще куда-то ехать. Сомневаюсь в наших силах. Хотя у них получается, что получается? Две один танк, одна ПТ-ха. Все остальное арта, в принципе, так же, как у нас с тобой мы два танка. И смотри, ребята работают. Вау, я в засвете оказывается. Все, арта работает по мне. Сейчас, в общем, я перееду. Ух ты ж, е-мое, арта какая рабочая. Нам с тобой нужно попробовать, ну, наверное, либо задавить, либо пошли со мной в общем сюда в объезд. Все, арта забрала и со третьего, погнали. В общем, едем за артой. Там впереди, кстати, стоит ПТ-ха, которая меня сейчас, я ее засвечу. Да, да, только я ее так и не смогла засветить. Лена, тебя видно. Давай, наверное, как-то, я не знаю, пробовать ехать и вилять. Я так понимаю, что мы в засвете и светит нас именно эта ПТ-ха. Кажется, она сзади меня. Кстати, там вот арта у них есть, я так понимаю, это барабанщик 155-50, которая и на самом деле она жестокая. Странно, куда делась ПТ-ха. Пробуй тогда понад камешками. Она справа. Понад камешками пробуй пробираться сюда, помогать мне. Мне кажется, она с моей стороны справа. Спасибо. Не убить даже арту. Ё-моё. Сейчас меня будут отрабатывать. наши хорошие братья, младшие наши, ой-ой-ой, погнали по мне обстрел вести. Ну, что хочу заметить, скорость и маневренность, в принципе, у Танечка очень даже неплохая. Так, одна арта возле наших, я надеюсь, что они справятся. Молодцы какие. Там хорошая арта, кстати. Ну что, давай, поехали на захват базы, встанем. Мне кажется, она где-то сзади меня сейчас встанет на горку и будет нас выслеживать. Так, еще одна арта пошла к нашим, надеюсь, они тоже разберутся. А это та же самая арта. Так, вот ПТ-шка, подожди, я к тебе не высовывайся. Так, ПТ-ха сейчас меня заберет. у меня всего лишь 400 с копейками хп-шек. Не поеду я искать еще кого-то. Я буду стоять на захвате базы, мне все равно. Я предлагаю нам постоять, хочешь, можешь, конечно, искать, а нет, можешь съехать, я возьму захватчика. Там арта себе хочет. Арта пусть берет все, что хочет. Желательно не меня, если вражеская. в общем, я никуда не поеду, я не хочу рискать жизнью, нужно хоть один из боев попытаться выжить в конце до концов. смотри, она затопилась, она не дала нам возможности никому ничего, ладно. Самозатопление противника. Мы с тобой выжили, я тебя поздравляю, все-таки закончили бой, все-таки достойно. Пусть мало забрали, тем более у меня очень всего мало, ну а что поделаешь, не всегда. Ну что ж, я так понимаю, что все-таки как ни крути, голда на этом танке рулит, потому что, видимо, благодаря наличию голды, пусть там у меня всего было 7 снарядиков, но имела возможность хоть кого-то пробить и хоть чего-то натворить. так, ну что, го, тем же тем самым, все тем же, все на той же технике, будем дальше заплатывать. Нужно ее покатать, Любань. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, погнали? Вперед за орденами. Сейчас пойду на твичик, посмотрю, нормально ли идет видео, не лагает ли. твичик, смурфик, если ты смотришь изображение, видео, что, нормально все? так, ну что, Длинусья за мной. Кидал точку. Погнали. Погнали. Я так быстро не могу, конечно. Ну, ясное дело. Правда, смурфик пишет, что на ФСМке нужно играть от обзора и не лезть вперед. Но, честно говоря, там маневренность танка, скорость, ну, я так предполагаю, что позволяет попробовать когда-то, когда безопасно, проехать вперед. и вот, там, замочить арту. Ну, и седьмого ясное дело, что я не пробиваю, переключаюсь на голду, посмотрим. Есть пробитие, это радует. Хэвик приехал, ё-моё, ещё и с трети здесь. Тут вообще много кого. Ты далеко, Лен? Нет, рядом с тобой. своему всадила. Ну, блин, он сам подлез просто. Я бы по Хэвику стреляла. А теперь, я так понимаю, по мне хочет стрелять ИС-7. Блин, боюсь сейчас ещё раз отгрести. Да, кстати, осторожно. Ай! Кому я это говорила? Сама себе, походу. Так, Лена, мы здесь в засвете, наверное, немножечко отъедь. ИС-7 всё-таки меня добрал. Правильно, я как бы мало пробиваю. Да, отстойся немножечко. А потом потихонечку можешь подъезжать к моему трупику и выцеливать либо ИС-7, либо там ИС-3. Подъезжай, подъезжай, не боись. Давай, они, по-моему, хорошо стоят. Причём оба. Да. 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 Ага, ты не успела забрать. Ну, плюс мне не позволяет. Они у меня немножко внизу в ямке стоят от меня. Ясно. Ну, можешь уже подъезжать. Смотри, здесь как бы много наших уже впереди. Да. 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 Если видишь там батчата, ты подъезжай, подъезжай, не стесняйся, левее бери. А то останешься без фрагов и без дамага. Даже не успела выстрелить. Поэтому подходи ближе. Он за нашей 34-кой. Там, вон, нашей техники много. Поэтому давай просто прий за ними и всё. Да. Да. Так, ну что, глянусь. как минимум на базу становись, чтобы очки получать, раз с домашкой так себе. У меня вот тоже не айс, но нормально. Ну, хотя бы хоть что-то есть, скажем так, и то. Хоть что-то успела, пока меня грохнули. Конечно, была бы лампа, было бы легче. Просто становись и получай очки за захват базы. Они, топятся. Арта в воде стоит. Да, ух ты, арта наш под. Не всегда везёт. Самозатопление противника. Второй бой подряд у нас арта противника просто топится. Скажем так, да не доставайся же ты никому. Ну, хоть есть и какой-то засвет у меня. Конечно, пробитий вообще у меня ноль, но урон с моей помощью всё-таки хоть какой-то не важен. Ну что, едем так же? Есть варианты, Любаш? А? Я говорю, есть варианты, Любаш? Нету, я предлагаю, вы дальше катаете на 304-ках. Фармите домах, денежки. Ну, а я тоже буду немножечко кататься, прикатываться, учиться, посмотрим. Ну, по крайней мере, по каместь две 34-ки и один ФСМ вроде неплохо получается. Да, тем более, если мы ещё все вместе. Здесь, Лен, предлагаю пойти нам с тобой на железку. Хотя, я бы, конечно, попробовала, но, наверное, нет. Можно было бы попробовать поиграть на горке, но я боюсь, мы там умрём ещё быстрее, поэтому, наверное, всё-таки на железочку. Ну, да, на горке мне особо никогда не везло. Более-менее ещё на лёгком танке я успевала забираться, потанковать, больше я смысла, в общем, не вижу. На тяжёлых, очень тяжело там играть, так скажем. Да, какой же я тяжёлый танк, если меня бы он ИС-7 затаранил так, что... Да, хпшки не снял, но я никак не могла от него, он мне просто развернул, развернул мою технику. Лена, ты уже накатываешь? Да-да. Умница. Снаряд летел хорошо, но как-то мимо. О, сейчас хоть попало. Что-то я хотела пробивать. Не пробила. Блин, разбирает 430-й нашу СТ-шку. Блин, а я всё попадаю просто по заборам. Лен, ясно, это не ты. Блин, и промазала. Лен, если видишь этого 430-го, пробуй тоже бить. Да, я это и намереваюсь сделать, я просто перезаряжалась. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 С горки меня уже начинают пулять. Ты проезжай горку, потому что по мне тоже леопард стрелял с горы. Так, Люк, сзади меня. Все. Да, блин. Замечательно, и арта здесь. Круто. Так, ну здесь нас, короче, разобрали, как могли. Не продавили мы, конечно, не продавили. Надо было все-таки немножко мне вперед и как-то инициативу все-таки проявить. Побоялась. Были большие надежды. Спасибо. 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 Печальный, конечно, сливчик. Интересно, есть ли у меня средства для ремонта? Ага, что-то есть, отремонтировалась. Ну, в целом, я готова учиться, учиться, еще раз учиться. Ну что ж, тогда давайте попробуем повторить в надежде, что получится лучше. ошеломляющий процент на победу. Ну что ж, будем пробовать, будем пытаться тащить, если получится. Ну что, направо в небольшой лесочек или в камушке? нам нужно просто остаться на базе, занять какие-то оборонительные позиции. Ну, я бы предложила, можем вот впереди выбрать камешки и сильно попробовать за них не выезжает. Потому что все равно будем просветить почти постоянно. Перехожу снова на голду сразу. Хотя всего 9 снарядиков, но буду надеяться, что хоть по ком-то попаду и пробью. Ну, у нас сегодня арта вообще рулит. Надеюсь, она у нас тоже хорошая. Да, 430-й наш ввязался в какую-то просто неравную схватку, где справа куча статистов и практически он попал им в клешни. Никого не вижу, никого не достаю. Ну, потому что ребята знают, как укрываться в складках местности. че, Лен, ты давай может пробовать левее свою удачу там. Танчики просто совсем никак не хотят вылазить под наши снаряды. В той команде никнейм разочарован раками. Я вот и думаю, интересно, как он может быть раками разочарован, если за счет раков, за то, что за счет того, что они вообще существуют, у него хорошая статистика. Исключительно только благодаря тому, эта статистика, что есть гораздо более слабые игроки. Как раз наоборот, его наличие раков просто должно радовать. Причем безумно. Как сейчас нас продают. не едь сама на них. пусть они выезжают сюда, я хоть по какому-то выстрелю. Батчата вы, конечно, очень испугали. мне тут комплименты пишут. Не привыкать. Он же пишет, что разочарован раками. У меня тут группа поддержки ответили. Блин, наш хэвик отгребает по-черному просто. нельзя на них вообще абсолютно вылазить. я не знаю, куда хэвик прется. Ну ладно, победителей не судят. Там остался Центурион. Да, шотный. 95-й это, конечно, жесть. я вот не знаю, всем вместе наверное пробовать ехать. Но они нас как бы оттуда ждут. Я бы конечно попробовала слева поехать. Но я с 95-м вообще не справлюсь. Ладно, попробуем ехать. Но если тебе повезет, то сзади ты их должна пробить нормально. Да сзади-то да. но он же блин его пока объедешь. Я думаю, что он сюда развернут. Я неправильно еду от грибу от 95-м починую. В целом ты вообще не так поехала. Я думала, предполагала ты по-другому немного. Я вообще предполагала, что нужно по нулевой линии ехать. И как бы брать их на хэви. замечательно. Какая умница. Сейчас он получит кучу комплиментов от статиста, я так предполагаю. это наша команда пишет о том, что статист не затащил. О, вот тебе и пошли эти приятности в сторону нашего хэвика. Я скажу, что хэвик не так уж и плох. О, получаю я Т95. Не, да, вообще не вылазь. Пробую перейти, наверное, на фугасы. Не уверена, что что-то получится. О, боже. А как он меня так на возвышенности. Блин, пусть работает арта, наверное. Я прям такая крутая, у меня только всего все домашки 94 хп. хп. Так, ну что-то делать. И хэвик пошел туда, где простреливает 95. 95 уже сводится на хэвика, сейчас заберет. арта работает. Вот. ремонтирую гуслюз, давай назад. Уходи от него. Нужно уходить или, наверное, справа пробовать обходить. А он на горочку встал. не пробиваю. Попробуй объезжать, там нужно только в жопу заходить. Смотрю, он сейчас на тебя, что ли, поворачивается? Не пойму. Нет, не на тебя. Тебе нужно справа обходить ему в задницу. Не знаю, арта обещает забрать. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. С победой нас! Ура! Арта смогла, арта это сделала. Лен, сообщение ты пишешь. Так точно! Ну, это, знаешь, на фантазию остальным. Согласна. Да, правда, я, конечно, самое днище, ну, ладно. В этом бою вообще не надамажила, 94, 91 хп сняла. В целом, вытянули же все-таки под арту. конечно. Вытянули, двоих забрала, конечно, мало надамажила, но, по крайней мере, так приятно сыграли. Люди понервничали в противоположной команде, очень понервничали. Ага, статисты, статисты просто пеной исходили, как так, раки тащат. вот так вот. Нужно всегда помнить о том, что у ракообразных также есть пушки в игре World of Tanks, на которые также нужно все-таки обращать внимание, потому что в этих пушках также есть снарядики, которые умеют пробивать, попадать и уничтожать технику противника. Ну, что, повторим? Да, конечно, я надеюсь, никто не против. Круг повторяет. Да, кстати, пока ставим технику. Хотелось бы сделать маленькое объявление. Ну, пока у нас зрителей не очень много на Твиче, но, ребята, девчата, совсем-совсем скоро стартует небольшой конкурс от ESL, который называется «День танкиста с ESL». Вот. Задача ваша сфотографироваться с листочком или с распечатанной какой-нибудь там вот бумажечкой, картонкой, на которой должно быть написано «День танкиста на ESL» и ваш игровой никнейм. команда команда ESL сами сделают отбор этих работ, этих фотографий и определят победителя. Призовых мест будет три, но если будет очень много желающих поучаствовать, то, возможно, призовых мест будет гораздо больше. Награда за первое место две тысячи голды, за второе место тысяча голды и за третье место также тысяча голды. В принципе, за фотографию выиграть голду очень-очень, по-моему, даже неплохо и немало. Ну, как минимум, я участвовала в фотоконкурсах, где выигрывала гораздо меньше и призовый фонд в Тамбул тоже меньше. Но следите за обновлениями новостей в официальной группе ВКонтакте ESL CISWOT Конкурс приблизительно должен стартовать с понедельника. Информация будет размещена на официальном сайте World of Tanks, где и нужно будет, собственно, добавлять, выкладывать свои фотоработы. Любаш, жду команды. За мной. Пробуем ехать за мной. Ну, во-первых, да, конечно, там нереально опять Яманы, знаю я таких. у меня там знакомый, кстати, в Яманах. Один был, а один так и есть. Вот. Вот приблизительно, Лена, сюда мы едем пока мы за эти камешки постоять, а потом уже посмотрим по ситуации, как можно будет поехать куда-то дальше. и пробовать ловить тех, кто будет вылазить. Но я смотрю с этой стороны статисты, которые вряд ли вылезут. ловить тех, что я не знаю. И черный я не знаю, оно не такое. Все с ним которые я не могу вылазить, как ты Восьмого был виден. К сожалению, в нашей команде уже есть потери. Ух ты, у нас на базе... Лен, возле тебя там? Аккуратно. У нас на базе товарищи. И едет на арту. Ну, будем помогать. Что ж, замечательно. Но счет у нас все равно очень-очень плачевный. Так, снизу ко мне я скоро приду. Субтитры создавал DimaTorzok Статисты просто в наглую, безнаказанно вылазят. Работают по нам. Субтитры создавал DimaTorzok О, да. Просто практически в сухую. Меня уже особо ничего не спасет. Ну, разве что попытаться в кого-нибудь выстрелить и пробить. Молодец. Я немного надамажила. Полторы тысячи в целом. Но результат, конечно, огорчает конечным. Так, ну что ж, ребят. Часок погоняли, покатались. Всем спасибо. Нужно идти заниматься делами. Будет возможность, запустимся и попозже. Не будет, значит, нет. Если запустимся позже, то, возможно, у нас будет розыгрышка луды. Посмотрим, сколько вас будет наблюдать за нашими покатушечками. Ну что ж, пока-пока-пока. С вами были девчонки женского отдельного батальона. Босс Буман, Любовь и Елена. Всем спасибо. Пока-пока. И спасибо за приятную игру. Субтитры сделал DimaTorzok